всем привет я сниму пару новостей опять из леса хотя сегодня возможно поедем на пляж в сельце не знаю по прогнозу в общем то должна быть должно быть изменение погоды я не ошиблась и грозовое предупреждение возможно шторм я даже уже вот как-то вижу по небу что что-то надвигается но у нас очень душно жарко если не будет прям дождя и видны каких-то изменений облаков там ветра сильного мы все равно съездим к морю потому что сегодня вроде день школьный короче на выходные не знала получится ли но если не сегодня то тогда уж на выходные знаете почему не хочу выходные потому что они уже все равно стали такими пиковыми днями прям людей много туристов много в середине недели еще это так более умеренно но на выходные естественно увеличить увеличивается их количество а ну вот смотрите да вот облак над нами над горой и вот видите уже такие пушистые прям красивые над домом хотя это в принципе не не значит что дойдет что-то правда такое серьезное освежение конечно же необходимо знать с другой стороны и моря море было приятное море очень чистое вот с той стороны где мы идем да и в треквенице в общем-то море было классно но для меня было как-то вот про была какая-то такая прохлада легкая если чуть глубже заходишь и на песке если долго мокром стоять то мне тоже подхолаживала как-то после антибиотиков я особенно не хотелось бы переохладиться так что еще сегодня покой подарок для нашей дорогой учительницы все мы договорились там с ней самолета так сильно слышно когда летят вообще значит две новости я не знаю первую сказки скорее всего кто живет в европе ну или так читает и новости по европе странная такая штука происходит но как бы это проверенная информация не гон какой-то в ночных клубах вот сейчас я точно знаю про францию но смысле помню что франция была упомянута но еще какие-то две страны возможно англия еще где-то по клубам людей людей чем-то колят когда я читала комментарии одни говорят ой где эти наши старые добрые времена когда что-то подмешивали типа в напиток среди как красиво но что происходит там не то что ты стоишь прям в тебя в шернули да но там незаметно маленькой гонкой якобы да и замечали от по-моему описывала одна девушка что она пришла на но выпивала да но она ощутила что странное странные симптомы не влияние обычной выпивки ей стало плохо сильнейшая глава окружения слабости она утром поехала в больницу сдавать анализы но там не написано точно что там конкретно вроде типа когда же не нашли ничего страшного в основном все на спид и на еще какую-то там бяку сдавали и да и вместо укола было видно на плече и так еще ага тут косили вдоль дороги даже удивительно на службы даже я мусор собирала недавно столько банок нашла кошмар в общем и парень какой-то описывал тоже там детальнее вообще больше трехсот человек представляете но скажите если у кого-то там у вас стране писали про такую рассказывали у нас же то ли с осени то ли как раз точно с нового года закон это вот эти люди которые за наше здоровье безопасность в государстве отвечают проотвечались значит что новый закон новый указ что люди определенного возраста в которые я попадаю значит от по совершеннолетних до до вообще на на неограниченно или там кто-то типа до семидесяти что-то в этом роде должны пройти обязательный систематический контроль или как он там ну систематский тут говорится в общем общий контроль основной по здоровью причем в основном будут смотреть систему сердечно-сосудистую давление и всякое такое прочее но и знаете а и сказали так если вы не пройдете обязательно то у вас будет страховка дополнительная дороже дополнительная вообще она люди такие сразу так она вообще как бы ведь не обязательной и ты можешь ее вообще не платить или этом отказаться месяц а потом дальше продолжить платить в общем вообще по твоему усмотрению но значит там будет вообще основной такой минус всего этого дела я как бы не против хорошо да пусть людей проверяют но есть два минуса три миллиона граждан ну хорватов больше как бы там плюс-минус смотреть что по гол по возрасту потому выезжает не выезжают где живут но вы представляете да даже пусть это будет 2 миллиона пусть даже миллион почти что в один срок но даже сильно год растянут в больнице все равно огромные очереди вот даже недавно хорватия там чуть ли не в первых местах по заболеваемости раком и люди говорят нет это вообще не связано то что там ты ждешь по шесть месяцев три на какой-то анализ или терапию тут типа имеется ввиду что и вообще типа заболеваемость большая так я понимаю все и потом насколько это изучено или не изучено откуда появляется и зачем так в этом-то и смысл что очень многие болезни ты как бы не то что ты можешь предвидеть да но все равно даже проверяя свой организм регулярно и правильно все равно можно найти предрасположенность какой-то и это правильной терапии ну вроде как уменьшить риски да скажем так а тут же какие там терапии какие риски говорю ребенку родинку на голове мы ждем контроль уже черт знает сколько я уже не знаю где это направление лежит потому что я даже уже не хочу идти в эту клинику куда нас якобы должны были направить посмотрим скорее всего мы просто поменять искать в другой больнице и возможности в другом месте этот контроль устроить или даже вот у нас помог как раз осенью в нашей больнице общий контроль ну типа как каждый год бесплатно для всех вписываешься и едешь смотришь что еще до и зачеты если не проходишь этот осморт осмотр то ты будешь и платишь дополнительную страховку но почему вообще об этом заговорили у людей есть такая теория что поскольку все ширялись но вы понимаете о чем я да в течение года то и двух в основном то ширялись как раз такие вот это количество людей очень много людей заболевает у кого-то последствия даже у нас я знаю удар на сердечно-сосудистые удар на ноги ну и так далее и теперь это скорее всего будет проводиться статистика и контроль они говорят так чтобы наше здравоохранение не страдала да мы должны вперед увидеть узнать и посмотреть что там с нашими гражданами ну типа заботятся о них она с ума сойти ну например они нас посмотрели раскопали переколупали все они проверили дальше что а дальше ведь надо направлять куда-то чтобы человек проходил терапию лечение еще там какие-то вещи а для этого да я элементарно вон конкретно есть диагноз у меня спина нога и что и меня изгоняли несколько раз только ради того чтобы просто открыть картон я столько намучилась пока звонила пока врачей пыталась там поймать и думала уже ну к ней хотя бы мне скажут какая терапия если уж не что-то там лечение а мне только картон открыли сидит врач и медсестра который нихрена не делают получая огромные зарплаты в этой клинике короче я думаю ну вас нафиг так что это все фигня на постном масле естественно все эти их придумки задумки для их статистики и всего только вот как будет справляться с этим система доктора дополнительное время которое это будет занимать беготня и так далее река так тем более просто в это забито и вот я говорю я уже подумываю даже соседней области вписываться на разные осмотры потому что там быстрее на очередь дойдешь с парковкой проблем не будет еще такое мини путешествие себе устроишь в общем-то посмотреть город и по пути что-то так что вот такие вот у нас дела да что то вот мне кажется еще немного и у нас действительно будет хорошая перемена погоды вот и 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 вот